Всем привет! Сегодня речь пойдет про очередной ЛБЗ. Пытаемся ставить на одну ближе с дозачек с вами в 279. В этот раз речь пойдет про коалицию 11, где нужно сделать фраги больше, чем любой из игроков. То есть не только в вашей команде, но и в противоположной команде. Расскажу, на какой технике делать и как лучше делать. Сразу говорю, что если у вас есть возможность играть взводом, делайте эту задачу взводом, потому что взводом она намного-много легче, потому что у вас союзные танки раздамаживают, вы выбираете. То есть вариант взвода или вы на барабане, или у вас два барабана, и вы ждете пока что-то закончится, и вас просто страхуют на втором барабане. Или вы берете цикл, ваш союзник берет барабан, например, опять же играете на девятках, потому что на девятках вы не так страдаете от десяток, потому что на восьмерках вы можете очень часто попасть в десятком и будете долго выполнить эту задачу. В девятках все-таки это полегче делать. Здесь я решил поехать на груду. У нас барабан, я на барабане, стандарт на барабане. АМХ вроде едет, но АМХ у нас, оказывается, встал. Я в итоге даю одну тычку, а получаю на 400, 400, 354, 700, 1250. А 1250 отлетел ради одной тычки. Отличное начало, великолепное. Я такой, спасибо, все, я дальше тоже стою в кустах, как АМХ. Понимаю. Так вот, продолжаем разговор про нашу тему. Как же делать эту задачу? Конечно же, лучше делать ее на девятках, потому что вы не так страдаете от десяток. Опять же, во взводе можно это делать и на восьмерках наиболоких, или каких-нибудь там кто-нибудь побои расходовал, у которого есть альфа. Вот опять же, да, добил, думаю, да, сейчас просажу, потом еще, думаю, блайн кинул. Не, нифига, добрали, тут же добрали. То есть пока он все это время стоял, не шотный. В 22-й по нему не кидал. Стоило мне сделать его шотным, он его добрал. Возвращаясь, как я делаю эту задачу, у меня это попытка была, знаете, какая по счету была? Заход. У меня это был заход, наверное, сейчас скажу, наверное, наверное, седьмой-восьмой, ну, седьмой-десятый где-то вот так вот, в пределах десятка. Седьмой-девятый заход, где-то вот такой вот. Седьмая-девятая попытка была. Наконец-то повезло с этапами. Тут еще проблема, знаете, в чем? То, что ты или воюешь, но фраги тебе не достаются. То есть противник стреляет в тебя, но ты уже зарядился добирать его шотного, а в итоге его добирает чувак, который стоит в пуловой сзади тебя. Седьмая-девятая четверка, мы кидаем такую полу-вертуху, потому что он уже уходил назад, ладно, повезло, пропали, первый пошел. Окей, ладно, пока что все неплохо, потому что у всех по одному фрагу, но у меня типа тоже, поэтому пока живем. Как, конечно, было очень большое желание поехать на гору и там что-то типа ждать подсосать по фрагам, но я очень боялся какого-то танка на кемпе вот здесь, да, плюс боялся арту, плюс боялся этих двух танков, которые просто могут на похер выйти, меня забрать. Поэтому решил, лучше пойду на кемпе. Опять же, это риск, потому что футуру на барабане, прожета на барабане, я от любого залпа двух танков я тут же отправляюсь в ангар, это понятно. Поэтому мне самому никуда следить, лезть на передовую нельзя, но, а что мне еще остается? Черт уже 4-5, у всех по одному фрагу, мне нужно где-то как-то быть в пределах прострелов. Да, риск, да, могу отлететь, но что делать? Вот опять же, у него 370 пп, вот опять же, reconnecter, а утреть не стрелять. Я такой подумал, ну ладно, стрелять, ну ладно, стрелять, окей, повезло. Потому что обычно, когда ждешь 2-3 секунды, ждешь, когда же кто-то выстрелит? Ну когда же кто-то выстрелит? Когда же кто-то выстрелит? Никто не стреляет секунд 10-15, такой думаешь, ладно, окей, сам раздам ему барабан, бац, как только ты даешь первую пульку со второй, ты не успеешь заряжать вторую, чувака кто-то забирает. сколько раз так было вы не представляете я горел просто мимоверно как же именно забирают шутного а то что ты стоишь ждешь 10-15 секунд пока кто-то до стычку но ее никто не дает то время как только ты начинаешь его забирать с барабана его кто-то тут тут же кто-то подсасывает как же это бесит это невероятно просто ну так вот на чем же делать эту задачу на счет взвода я уже рассказал то есть 8 9 10 любая техника с альфой и вы делаете вы на цикличке ваши созводы на барабанах или возвод барабанов без разницы главное что бы свод работал на вас второй вариант это делать соло например как я и конечно же нужно играть на каких-то имбах так как у меня от без доната то соответственно у меня премов никаких таких камболов у меня нету надо ждать крабина надо где-то опять же ждать ранговые бои чтобы золото оттуда брать чтобы был было золото на обмен какой-то танк сдать поэтому выполняем то что есть прокачки восьмерки конечно не подходит потому что восьмерки очень часто кидают десяткам то есть и на сессию из 9 по его бою попасть где-то чтобы три четыре боя не попал с десятками но это сложно а десятками вы явно эту задачу не сделаете популяет нам по 200 по 300 альфы вы не сделаете потому что попадая в бой с десятками все будут стрелять вас им восьмерку а не какой-нибудь либо другой рядом стоящий танк даже в поле те будут вас стрелять в картон восьмерка для десяток здесь я сначала не стал стрелять по першу по линейке потому что ну мало ли где стату поле мог остаться стоять я бы засветился ради просто ничего поэтому не стал особо рисковать подождал пока подъедет чуть ближе станок проехал едем за ним ждем где-то подлавливаем и сухо вот она и сухо шотная смотрим смотрим наш выстрел полное сведение куда улетает снаряд куда улетает я не знаю я не знаю куда улетать весь весь прицел там весь прицел куда улетел в моей первой пички я не знаю я не знаю такая у нас как и про честность дальше опять же очень опасно для меня скорпион поэтому светиться вообще ни в коем случае нельзя рисковать нельзя потому что теперь у меня тут же отправляет ангар поэтому ждем пока кто-нибудь из союзников поедет конечно очень хочется к этому камушку подъехать очень хочется чтобы уже стоять сцеленным но я очень боюсь потому что выйти вот я столько что завалить завалить дерево передо мной и я могу на подъезде к нему могу с утонуться фиг знает кто он так кто там стоит как он там стоит на чем она какая у него там оборудка фиг узнаем за второй аллилуйя поехал вроде бы поджались без засвета а вот скорпион которому больше всего боимся поэтому ждем пока он станет шотом остальных можно тычку и принять главное не получить ни от кого две тычки забрали правда он успел мансонуть там еле еле прям самый край не попалась не сбрасываю барабан потому что уже уже всего лишь три цели и мне нужно из этих трех целей покупать вверх ждем опять кто-то опять станет шотным 300 хп руках поди прыгал светить хорошо ждем 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 еще ждем на тачку . даст ну и вот самое интересное и самое честное в этой игре смотрим вот у меня прицел прицел это с кругом где находится ваш прицел это круг не пробег да выстрел улетел я не знаю я куда-то он плотную плотную потом ну вот такой вот бой победа смотрим итоги в итоге коллекции один сделано аллилуйя ох и намучился я с ней но в итоге она сделана сделал я на шкоде на каких танках все можно делать соло можно делать конечно там на прожатье и 10 да и если у вас есть прям совсем так все плохо с техники можно делать на мх30 акционный танк 9 уровня французский который хороший альфа есть которые вы стоите просто ждете пока танк станет шотным который что-то может как-то танковать от башки ну и третий вариант есть у вас очень много танков то вы берете бураска или прожиту и просто ждете плохо из хороших с восьмерками семерок что было три-четыре потом три-четыре-пять боев против восьмерок и семерок и в этих боях пяти боях вы трех боях вы играете на максимум на афтаге но такие вот советы тем ночи выполнения всем пока